здравствуйте еще раз уважаемые телезрители это я обращаюсь к тем с кем мы уже встретились сегодня а те кто подошел чуть попозже здравствуйте в первый раз я рад вас приветствовать на телеканале медиа информ прямой эфир телефон прямого эфира по-прежнему 737 7310 представляю моего гостя рэп илья хусит здравствуй илюша я буду называть его илья потому что мы знакомы очень много лет вот и на связывают давние дружеские товарищеские отношения вот первое что ну как вы видите я илья не просто еврей илья и человек который имеет диплом раввина и вот то когда мы писали титр я чуть не ошибся да и я вот хотел написать вот именем и фамилия собственно слово раввин илья вот поясни нашим телезрителям в чем разница раввин есть как бы два понятия раввин это духовный лидер это как бы знаток торы и раввин это должность руководитель синагоги да раввин синагоги или раввин города или раввин страны есть разные есть главный раввин в израиле например это главный раввин всего израиля да теперь у меня есть диплом но это не значит что я работаю раввином слава богу всевышний меня от этого уберег у нас есть замечательный раввин в одессе рава в ром вольф блестящий совершенно раввин и слава богу что он у нас есть и слава богу что мне и другим раввинам не приходится работать собственно раввинами ну вот ну и следующее то что я обещал ильям уважаемые телезрители вопросы о чем я буду говорить с ильей он не знает но у нас есть одно соглашение или я человек религиозный я человек верующий поэтому пожалуйста вызву задавайте свои вопросы в прямом эфире я буду задавать вопросы здесь мы все надеюсь будем стараться быть корректными но илья в свою очередь имеет право на любой вопрос не отвечать не объясняя причин это условия на которых я согласился посетить нашу студию если я приношу за это свои извинения и скажу просто одну вещь может в каких-то ситуациях я бы и мог ответить на какой-то вопрос только это займет столько времени чтобы мой ответ был корректным что просто но это бессмысленно давать такой ответ в рамках ну будем договорить достаточно небольшой передачи может быть ответ который требует там нескольких часов или вы знаете что евреи любят поговорить а пригласил я или поговорить вот почему но уже много лет илья изучает тору много лет но естественно общается с людьми из израиля на мой взгляд да я скажу поверхностной но очень много аналогий на сегодняшний день есть украины со своей с нашей общей громадной проблемой и трагедией на востоке страны и у израиля с проблемой которую мы там предназвать сектором газа израильско-палестинским конфликтом как угодно но в данном случае я бы не хотел естественно глубинные причины этих конфликтов разные я бы хотел больше поговорить не о духовной чтобы там не путать с религиозной страны от душевные да о переживаниях вот именно эта сторона вопроса которая на мой взгляд достаточно хорошо известный или которые на мой взгляд на сегодняшний день очень мало просвещается а следует освещается у нас не просвещается но хотя просто я имел ввиду требуют просвещение илья в израиле можно научить детей быть милосердными в израиле невозможно научить детей не быть милосердными ногу но голда мэйер сказала что я секунду делаем что милосердие рассматривается в иудаизме как неотъемлемое коренное качество евреев если еврей не милосердный то есть даже такое мнение что нужно проверить его дословно может быть он не еврей илюша но фраза я ненавижу из за то что они научили наших детей убивать она она как ассоции внимание на обратите внимание когда речь идет об арабо-израильском конфликте у меня взгляд на это ну я живу здесь я здесь родился я здесь живу понятно что я бывал в израиле да но у меня взгляд отсюда что я вижу когда я смотрю отсюда я вижу следующую вещь я вижу глубинное непонимание нежелание израильтян принять ту ситуацию которая есть почему именно из-за милосердия есть очень большая разница между врагами и ненавистниками враг это человек с которым ты конкурент вот например мы с против тебя играли в квн до бывали такие ситуации в этот момент мы были врагами реально мы врагами были оппонентами секундочку секундочку когда ты настраивал команду ты не говорил вот сейчас мы пойдем и разорвем хусида на куски говорил то же самое я говорил я говорил зал это другое игореша ты понимаешь о чем я говорю я надеюсь понимают телезрители мы настраивали например свои команды я беру сейчас реально несопоставимый какой-то пример мы настраивали свои команды вот мы идем рвать вот наших вот мы с ним все проходит этот квн начинается следующий квн где мы играем с тобой за одну команду такое тоже бывало и мы вместе вот все и мы против них кого них а с кем мы играли прошлый квн вместе в одной команде все это и есть враг враг это конкурент в данной ситуации это может быть очень жесткий враг например двое молодых людей ухаживают за одной девушкой они враги но вдруг на девушку упали напали хулиганы они вдвоем становятся ненавистник это человек который ищет повода проявить свою ненависть к тебе или не к тебе к другому человеку неважно это человек который никогда не сможет стать другом почему ему мешает сам факт твоего существования так вот сегодня в израиле существует я не хочу сказать что это большинство да я не знаю но очевидно что существуют достаточно влиятельные анти семитские анти еврейские анти израильские назовите как угодно группы которым просто факт нахождения изра и евреев в эрци строил в святой земле он просто не дает им жить и то происходит украине и ужас заключается в том что огромная часть евреев именно по причине собственного милосердия глубинного милосердия это никакой заслуги нету в этом потому что всевышний нас такими родил они не хотят с этим смириться они не хотят признать наличие того что есть тот кто тебя ненавидит и будет ненавидеть при любых условиях чтобы что бы ни произошло он тебя ненавидит твоя жизнь мешает ему жить на пробуем сформулировать в одну фразу все-таки давай играть пробовать если мы вспоминаем о кавани ты не со студентами давай пытаться играть в разминку потому что хочется много волосов осветить илюша глубинная разница то есть другими словами тот конфликт который происходит в израиле ты считаешь вечным именно из-за ненависти смотри я что общее что отмеченную широко отвечать по религиозным причинам я совершенно точно знаю что этот конфликт и приблизительно как он будет разрешен и я совершенно четко не понимаю что он не вечен мало этого 2 2 зарисовки такие не надо что в украине у нас времени много уходит смотри я не думаю что сегодня есть то что называется ненавистью между украинскими и русским народом я во всяком случае мне хочется верить в том в что ненависти нет смотри мы с тобой говорим на русском языке да когда мы приезжаем в москву ну он так говорит приезжали в москву мы не очень-то чувствовали что мы находимся не дома да и наши московские друзья принимали нас как родных теперь ощутить ситуацию что сегодня я боюсь приехать в москву потому что у меня украинский паспорт очень сложно причем вне зависимости от того насколько потому что там не было ли потому что не хочешь в это верить мне не хочется в это вот именно поэтому у нас звонок добрый вечер в эфире мы слушаем вас говорите пожалуйста здравствуйте сейчас прошла информация что некий корреспондент шевченко рассказывает как истязает дружеский буря буря спасибо за вопрос смотри я далеку я буря 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 спасибо за вопрос смотри я далек от мысли боречка я далек от мысли что все кто живет сегодня в нашей стране они юдофилы антисемитизм это не выдумка антисемитизм есть практически в любой стране другой вопрос что мы имеем возможность говорить об уровне антисемитизма я не думаю что имеет смысл обращать внимание на вот такие вот фейковые то есть происходит страшная вещь кто-то берет пишет вот совершенно фейковую статью там евреи плохие уроды и так далее арабы хорошие я вне зависимости от фактов когда мы начинаем цитировать эту статью в фейсбуке перепечатать мы распространяем эту ложную информацию то есть нравится она нам или нет что мы там пишем в комментариях или нет автор этой статьи получает широкое распространение поэтому я предпочитаю если уж нету крайней необходимости о таких вещах вообще не говорить пусть об не пусть о них не знают пусть люди не знают что вообще есть такой человек что он пишет вот какую-то дрянь или что он говорит по телевизору какую-то дрянь чем меньше людей увидят чем меньше людей проще тем лучше как ты относишься к позиции владимира путина по поводу терактов во франции вообще россии федерации честно я не буду отвечать на вопрос по одной простой причине информацию ситуация с трактом во франции достаточно ну давай-ка поговорим о нашей стране да бог бог с ним она достаточно сложно я не знаю реалий франции то есть я знаю что во франции достаточно силен антисемитизм я знаю что его носители это во многом французы в первом поколении теперь или не французы еще в то же самое время вот прямо перед перед этим как я ехал к тебе я обратил внимание на статью оказывается вот в этом кошерном магазине где все происходило работал один мусульманин из мали и он спрятал там шесть человек он просто их спас он спрятал их чтобы это вот он получил в внеочередном порядке французское гражданство он получил благодарность президента из премьер-министра израиля и так далее и тому подобное но сам факт он мусульманин спрятал евреев спас их да и когда его спросили вот вы герой он говорит подождите а у меня что была какая-то опция иначе поступить вот мне кажется что в той ситуации которая сегодня есть в мире была когда-то очень хорошая шутка в кв не да что как решить все вопросы хорошие люди должны объединиться убить всех пусть на самом деле первая часть этой шутки достаточно правдива хорошие люди какой бы религии какой бы стране какому гражданству каким бы политическим взглядом они не принадлежали им наверное все таки нужно объединиться потому что мерзость она грязь она собирается да она объединится бизнес как а вот что-то чистое да она находится она как-то разделен я по большому счету хотел услышать твое мнение как на сегодняшний день разделить ну не знаю образование патриотизм от желания быть патриотом с оружием в руках на мой это очень большие вещи я преклоняюсь перед теми парнями и перед теми мужчинами которые с оружием в руках защищают мою родину но тем не менее я глубоко против того чтобы парень там в 16 лет который еще не закончил школу говорил о том что я закончу школу и возьму оружие в руки где эта грань ты человек который занимаешься образованием как и как нам помочь как нам помочь вот не оказаться в этой ловушке здесь безумно сложный вопрос я понимаешь ситуация есть ситуации когда ты если не берешь оружие ты потом не сможешь жить я понимаю есть ситуация когда если ты берешь оружие так ты тоже потом не сможешь жить то есть мы должны смотри нам с тобой уже чуть-чуть за 40 до где-то так какая . и мы и мы как бы в силу прожитых лет у нас появились какие-то нравственные ориентиры и мы сегодня в каких-то ситуациях когда нужно проявить насилие или не нужно проявить насилие мы очень сомневаемся и у нас нету рефлексии в этой ситуации мы не знаем мы хотим от 18-летнего или даже от 16-летнего мальчика чтобы он смог вот в такой вот сложной ситуации я говорю о воспитании они требования к молодому человеку как воспитывать этих молодых людей где это точка отсчета где-то базовый ориентир знаешь я думаю что воспитание это правильные книги как это не парадоксально как это не банально это правильные книги назови пример правильной книги я говорю не религиозных айзек и зимов foundation насилие последнее прибежище некомпетентности когда возникает необходимость в насилии уже необходимость это свидетельствует только одно об одном что власть была некомпетентной в том что на телезрителей все что добавишь будет лишнее добрый вечер в эфире мы слушаем вас здравствуйте у меня такой вопрос в курсе студии ведущие в курсе да что в основном вы на жизни выросли с евреями у нас это говорится не то что неразделимо вообще ни разу неразделимо что значит только то это на пригласе у меня спасибо я не очень понимаю вопрос причем тут я ценю к еврейским играм извините я физически не могу если может быть ты мне объяснишь такое еврейские игры и я ценю к ну и трудно я скажем так о премьер министре нашим я голову мы говорим только о слухах да о том что скажем так арсений ценюк имеет отношение к общению с тем что говорят там самое простое мировое еврейство не брать там ничего остального что есть действительно некие силы вот но других игр я не знаю но хорошо скажем так то что еврейское лобби есть и в украине было всегда я имею ввиду экономическое финансовое мы это знаем второй вопрос что это лобби насколько я знаю всегда страница политики но тем не менее на твой взгляд насколько мешает давай так чтобы не было неудобной ситуации на твой взгляд сколько насколько мешает или помогает евреям вот точка зрения нашей телезрительницы смотрите моем всем уважении к точке зрения наши телезрители безусловно мое мнение значит евреи в украине так получилось уже занимают очень активную позицию причем если мы возьмем например ну как бы расклад по партии мы обнаружим евреев но практически во всех партиях ну может быть кроме натальи витринка это я не уверен но совсем уже анекдотически было когда но анекдотически со стороны я опять же я каких-то людей не знаю знаете меня сейчас вспоминается так ты не вопросов чай ты сейчас помнишь секундочку мне сейчас вспоминается интервью хазанова когда в начале 90-х вы спросили ваше отношение к памяти он совершенно парадоксально ответил следующую вещь я к ним никаких претензий не имею с ними никогда не сталкивался они ничего лично мне плохого не сделали теперь свобода имеет репутацию достаточно известную да в то же самое время вдруг я читаю в какой-то ну интернет-газете что они настаивают на назначение какого-то еврея на какой-то пост то есть это сдвиг мозга как такое может быть теперь если мы возьмем я возвращаюсь если мы возьмем например расклад по партии мы увидим что и в партии регионов были евреи и в блоке юлия тимошенко и везде везде теперь мы о каком еврейском лобби вот целиком цельном мы можем в этой ситуации говорить когда они политические противники которые реально политически экономически воюют друг с другом то есть меня поражает вот это вот знаете игорь не это напоминает то есть я хочу чтобы увидеть в других то что мне не хватает то есть вот мне бы хотелось там с точки зрения украинца чтобы все украинцы были вместе как то но где пример о как евреи а то что мы разделены то что мы воюем друг с другом к сожалению это моя боль это мои слезы то что евреи сегодня могут договориться если было так как думают или говорят люди считающие что вот мировое еврейство но есть я бы реально был очень бы счастлив почему меня не интересует экономические или влияние политическое я хочу чтобы еврейский народ был един я хочу чтобы еврейский народ не разрывали сегодня какие-то против и ну какие-то раздоры и свар и так далее и тому подобное я хочу чтобы закончилось в израиле противостояние между религиозными и светскими я хочу чтобы прекратила наконец-то существование антисемитское еврейское либеральное движение он просто антисемитское здесь без всяких в израиле в израиле в америке и так далее во многих странах не страшно когда еврей в суде отстаивает право неонацистов провести демонстрацию нацистскую демонстрацию в еврейском районе и после этого мы можем говорить о каком-то мировом еврействе но извините меня но это мечта то есть мне бы хотелось чтобы все украинцы были вместе так мне надо на кого-то равняться или мне хотелось бы чтобы все русские были вместе все поляки я не знаю удмурты не важно не на кого-то равняться у меня есть хороший пример хорошо как как евреи ссорятся к примеру сказала как они верятся может быть есть какие-то секреты примирения не секреты примеры примирения да вот таких вот ситуаций в емки пур все равно все приходят в синагогу ну это это ладно игорь игорь так вот так вот и праздниках вот мой вот кстати можно очень коротко сейчас подчеркиваю тебя спрашивал как илью хуси да не не если можно то есть я не религии сейчас спрашиваю об своем отношении только недавно говорили стране у нас празднуются общенациональные праздники три православных дня при этом нет при этом страна говорит о том что на светская у нас не нерелигиозное государство внутри православных праздником мы празднуем нет ли вот ну допустим у вас до какой-то ну не знаю если не обиды то непонимание почему так происходит значит я не знаю как у других людей у меня нету объясню сейчас почему одна очень коротенькая история тревогих один раввин должен был путешествовать и он нанял возницу я к сожалению извините просто не помню как его звали раввина возницу или лошадь нет раввина нанял возницу и когда они уже выезжали из города он вдруг соскочил с повозки и склонения если не поеду я с ним не поеду поднялся шум и так далее набежали люди что такое такое и тут этот раввин говорит совершенно удивительную вещь он говорит мы проезжали мимо церкви он не перекрестился подожди и траве он говорит он убийца он все начинает допрашивать это вот раскручивать действительно выясняется что это человек хотел убить этого раввина потому что но он богатый человек не 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 потому просто забрать у него денег из-за денег и тогда уже к этому раввину его арестовала полиция этого вознецу все и тогда уже раввина спрашивают как он говорит человек без веры не может существовать если это человек без веры это не человек это животное он может быть верить во что угодно но он должен верить он может верить в то что должности . с точками у тебя всегда было плохо добрый вечер в эфире говорите пожалуйста добрый вечер добрый вечер добрый вечер у меня такой вопрос звонит атеиста которая родилась на молдаванке вы понимаете о чем я говорю да в нашей коммуналке жили все национальности так вот я хочу сказать как вы относитесь к тому что по одессе ходят шествия факельные проводятся факельные шествия их видимо разрешают что такое что в одессе кто-то позволил себе кричать москалей на ножи жидов на ножи так 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 как вы считаете это могли кричать одесситы и позволить себе так вести себя в нашем славном первом городе героя спасибо 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 за вопрос да спасибо за вопрос только до этого вопроса вы еще задаете один вопрос кто билл журналистов на площади 19 февраля а кто в одессе задолго до нашего с вами рождения проводил погромы могли ли быть это одесситы стоит ли такие вопросы задавать тем не менее я присоединяюсь к ответу ведущего этой программы какая разница кто это был ксенофобия антисемитизм просто ксенофобия просто жить по принципу ты там принуд ты там такой-то национальности например зулус я заранее приношу свои изменения зулусом вот поэтому ты плохой да это пример ну не на какой-то национальность выбрать я извиняюсь перед зулусами если вот такая вот ситуация это уже не нормально это уже не нормально невозможно сказать по принципу какого-то по какому-то внешнему принципу что ты плохой когда была недавно вот эта операция в газе я прочитал одну статью и потом посмотрел интервью с этой женщиной арабская женщина которая живет в израиле живет в том городе где живет живут родители одного из моих учителей в израильском городе у него три ребенка я не помню два мальчика и одна девочка они все служили в армии ее сын в этот момент араб он был в боевых частях в газе извините я не могу после этого уточнить боевых частях израильской армии он был в газе я не могу после этого сказать что вот а арабы мы не против они не против есть мерзость мы против мерзости пускай сегодня она носит там название там исламизм да пример опять же не 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 нравится мне нравится ярлыки то есть это те ярлыки которые навешивают навязывают и на грязь заваля вешают есть мерзость у которой нету национальности нету религии нету ничего они используют удобно им сейчас форму для того чтобы эту мерзость реализовать лишь у нас полторы минуты буквально поэтому все-таки попытайся ответить какой основной посыл как бы ты помог бы любому из родителей города одессы на вопрос ребенка почему воюем и стоит ли брать в руки оружие как ответить я бы попробовал ответить так тебе у тебя впереди очень очень долгая жизнь и когда тебе будет 60 ты будешь оглядываться назад и смотреть и какие-то твои поступки будут ломать сжимать твое сердце но исправить ты ничего не можешь постарайся не сделать ошибок сегодня чтобы через 40 через 50 лет твоей долгой жизни тебе бы не пришлось ночью просыпаться от ужаса того что ты сделал какую-то фатальную ошибку а я больше ничего не буду добавлять в эфире был рэп илья хусит он же илюшенька хусит ковенщик ковенщик и большой интересный человек уважаемые телезрители с илью я прощаюсь а с вами встречусь ровно в 20 часов мы говорим с известным одесским политическим деятелем александром остапенко и мы попробуем разобраться что у нас произошло с городским бюджетом я не прощаюсь до скорого и душа большое спасибо что нашел пригласил уважаемые телезрители спасибо до свидания до свидания